Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я выскажу свое мнение на теме того, что Xbox Series S это лучшая консоль для СНГ. Прежде чем мы начнем, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и напишите в комментариях Xbox Series Top, если вы тоже так считаете. Также ловите промокод на 90 дней использования подписки Яндекс+. Если что, в эту подписку входит Яндекс.Музыка, Кинопоиск HD, скидки на такси и прочие преимущества данной подписки. Если что, промокод и ссылку на активацию я оставлю в описании, поэтому переходи по ссылке, используй мой промокод и забирай эту подписку совершенно бесплатно. Если что, данный промокод работает только до 10 октября, поэтому поторопись. И давайте начнем. Начнем с того, что на сегодняшний день мы знаем практически все о новых консолях, а именно функции, дату релиза, цены, игры, подписки и тому подобное. На данный момент существует всего лишь 4 консоли нового поколения, 2 консоли от PlayStation, одна с приводом, другая без и 2 консоли у Xbox. Xbox Series X, которая мощная и Xbox Series S, которая послабже, плюс не имеет привод. И как вы догадались по началу ролика и по названию, Xbox Series S я считаю лучшей консолью для стран СНГ и сейчас я объясню почему. В первую очередь я хочу напомнить, что Series S это точно такая же Next Gen консоль, как и PlayStation 5 и Xbox Series X. Она обладает теми же самыми технологиями, а именно трассировкой лучей, быстрой скоростью загрузки. В ней есть та же самая технология улучшения звука, что и Xbox Series X, быстрый отклик и те самые 120 FPS. Также помимо этого, знаете еще самое главное, абсолютно все новые игры для нового поколения выйдут и на Xbox Series S. Несмотря на разницу в железе, S-версия не устареет быстрее X-версии за счет деления консолей по поколениям. Просто многие смотрят на железо и переживают за те самые трафлупсы, но который раз вам заявляю, консоли делятся по поколениям. И Series S и Series X это две консоли, которые рождены в одно поколение и которые умрут тоже в одно поколение. Это по сути тот же самый аналог, что и Xbox One S и Xbox One X. Сколько бы вы не сравнивали железо, Xbox Series S перестанет получать новые игры ровно тогда же, когда и Xbox Series X. Единственное различие между Xbox Series S и Xbox Series X это отсутствие 4К разрешения в играх, ну и отсутствие привода. То есть младшая консоль способна выдать вам в играх лишь 1080p или 2К. Если вы вдруг переживаете, что данная консоль не будет совместима с телеками 4К, нет, просто она не выдаст то самое 4К под этот телек. Почему я не считаю это минусом? Дело в том, что многим в СНГ не нужно 4К разрешения, у многих нет 4К телека и у большинства как раз таки телек 1080p. Кстати, напишите в комментариях какой у вас телек, 4К или 1080p? Лично у меня есть 4К телек, но 99% времени я играю на Full HD. И на мой взгляд данное разрешение самое оптимальное, как говорится, не много и не мало. Исходя из мощности и отсутствия дисковода, мы плавно перетекаем в самое главное преимущество консоли, а именно в ее доступность. Доступность консоли Xbox Series S это реально самое главное преимущество данной консоли. Дело в том, что за 27 тысяч рублей вам предоставляют все, ну кроме 4К разрешения и привода, что и в консолях помощнее. И за такие деньги в СНГ получить Next Gen консоль и опробовать трассировку лучей, а также все будущие новые игры это просто подарок. Тем, кто вообще никогда не имел консоли и не знает, что такое 4К разрешение, а в СНГ таких очень много, это просто самый лучший выбор. Просто все дело в том, что в СНГ очень много людей с малым и средним заработком. И чтобы не переплачивать 18600 за мощную версию Xbox или 11К за PS5 без привода, они могут купить Xbox Series S и не париться. Ведь они получат все новые игры, что и на консолях мощнее. Кстати о играх, по сути консоли покупают ради игр и для СНГ цены на игры это больная тема. Но консоли Xbox славятся тем, что на них есть просто офигенные подписки, которые предоставляют доступ к огромному списку игр. Самая шикарная на мой взгляд подписка это Ultimate, поскольку в ней есть все то, что нужно. Подписка для игр, подписка для онлайн, ну и в будущем еще будут игры от электроников. То есть покупай Series S, докупайте к нему Ultimate, к примеру на год или больше. Кстати лайфхак, как это сделать дешевле есть на моем канале и все. Не паритесь об играх вообще. Да, я понимаю, что в этой подписке не появятся на старте многие новинки. Но в том списке игр, который уже доступен по этой подписке, каждый найдет для себя то, что во что можно поиграть. Самое главное, знайте, имея данную подписку, вы сможете поиграть во все эксклюзивы Microsoft в дату релиза. А эксклюзивов у нового Xbox будет дофига, если учитывать их студии. Я понимаю, что на старте их не ожидается, но это вопрос времени. Также напоминаю вам о том, что тот же Stalker 2 появится в подписке в день релиза и он будет временным экзом. То есть сначала выйдет на Xbox и на ПК и только после выйдет на PlayStation. И да, отсутствие привода на Xbox и RSS отлично закрывается путем наличия данной подписки, ибо привод по большему счету нужен лишь для коллекционеров дисков или же для БУ рынка. Но так как есть подписка с офигенными предложениями, привод особо не нужен. Плюс экономия содержания данной консоли я мог бы еще и озвучить Аргентину, но думаю, что вы и так о ней наслышаны. Кстати, еще об эксклюзивах. На днях появилась просто офигенная новость о том, что Microsoft купила Bethesda. Со всеми студиями и франшизами, если что, в нее входят студии, которые делают Doom, Fallout, Wolfenstein и так далее. И все новые игры от них будут также в подписке Xbox Game Pass с даты релиза. Также некоторые из них, возможно, в будущем будут экзами. Но пацаны, тут только аплодисменты и лайкусик под видосом. И это, кстати, также неимоверный плюс для СНГ, ибо у нас такие игры очень популярны и имеют очень много фанатов. Тот же Stalker 2 это капец какой аргумент в СНГ к покупке нового Xbox. Раньше поиграете и считаете практически на халяву благодаря подписке. Ну и благодаря более дешевой консоли сэкономите кучу денег и почувствуете next-gen. Также напоминаю, что данная консоль будет иметь обратную совместимость со всеми предыдущими Xbox, поэтому на нем вы сможете пройти многие игры от Xbox, Original, Xbox 360 и еще от Xbox One. Да, есть такая версия, что старые игры никому не нужны, но на мой взгляд это не так. Много кто не проходил игры того времени, многие хотят познакомиться с лором каких-нибудь франшиз, и тут как раз таки на помощь приходит та самая обратная совместимость. Кстати, игры по обратке для новых консолях получат улучшения, из-за которых будут работать лучше. Кстати, единственный минус на мой взгляд в Xbox Series S это 500 гигабайт памяти. Дело в том, что есть некоторые игры, которые весят около 150 гигабайт, и думаю, что в будущем таких игр может быть только больше. Да, я уже слышал о новости, что по сравнению с играми Xbox Series X, игры будут весить чуть меньше, но так или иначе 500 гигов не хватит, чтобы закачать большое количество игр. Если у вас низкая скорость интернета и вы не можете что-то быстро скачать, то данный объем будет чутка минус. Но его можно обойти путем покупки внешнего жесткого диска. Если что, не обязательно покупать именно SSD-шник. Можно просто купить внешний жесткий диск от 512 гигабайт с USB 3.0. Просто ранее информация гласила о том, что новые игры нельзя будет закачать на внешний жесткий. Оказалось, что можно, только чтобы их запустить, надо перекидывать их обратно. То есть, имея внешний жесткий диск, просто в удобный момент перекидываете игру на SSD и играете. А так на внешнем жестком диске можно без проблем запускать игры по обратке. Да, может быть кто-то и богатый, ему не проблемно покупать каждую игру за 60 или 70 баксов, и таким нужен, кстати, максимум от своей платформы, а именно 4К разрешение и так далее. Но в большинстве случаев это не про СНГ. В СНГ всем хочется дешевле и доступнее, и как раз для этого Xbox Series S в этом плане, опять же повторяюсь, для СНГ, это просто лучшая консоль нового поколения. Если вы не согласны с этим, то можете оспорить этот видос в комментариях, я не против, но если вы согласны с этим мнением, то с вас лайкусик. Опять же, может быть и такое, что Xbox Series S лично вам не особо подходит, но такое тоже может быть. Просто тут дело вкуса, и каждый берет то, что ему больше всего нравится. Но лично мне нравится больше Xbox. На этом в принципе все, если понравилось видео и ты хотел бы поддержать канал, то подпишись и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok